Как сын умер, я весь январь, февраль болела, плохо себя чувствовала, давление сердца, никуда уже все встало. Вот такие дела. На восьмом десятке она дважды в день ходит не близкой дорогой от дома до леса. Скользко, да и опасно на пути шоссе. Автомобилисты ей совсем не рады. Ходить опасно, а не ходить она не может. Нужно кормить и выгуливать двух собак, которые живут в вольере. Сын со снохой занимались разведением, но что-то пошло не так. У них овчарка дома. И вот овчарка покрылась. И думали, что что-нибудь хороших оставил. Просили их оставить двух штук. Вот он их оставил, но их не взяли. Ну, потому что они метисы. Ну да, потому что они метисы. Ну, а куда же их? Не выброси же, живые. Вот и кормили. У Мишки и Гришки очень быстро появились друзья. Одна собачья пара, которая прибилась к вольеру. Они обычно встречают Валентину Сергеевну еще на подходе. Это вот четвертая, а вот эта не цивилизованная. Ее будут цивилизовать бы. А то она ощенится. Она ощенилась в прошлый год. На свою пенсию она кормит и их. А когда те щенятся, то бегает и раздает щенков. Прошлый помет ей удалось пристроить весь. А вот Мишку и Гришку не берут. Помочь Валентине Сергеевне мы сможем, но лишь частично. Забота о стерилизации бездомных собак взяло на себя государство. Правительству Московской области выделяются средства на отлов безнадзорных животных с последующей вакцинацией против бешенства, стерилизацией этих животных и дальнейшим выпуском в естественную среду. Чтобы отправить обращение, жителю Московской области необходимо зайти на портал Добродел и отправить свое обращение. После чего оно будет обработано в специальном центре и направлено в администрацию района. Свои жалобы вы также можете увидеть на карте данного портала с последующим его решением об отлове безнадзорного животного. А вот с Мишкой и Гришкой дело сложнее. К сожалению, на территории Ленинского муниципального района по состоянию на сегодняшний день отсутствуют бесплатные муниципальные приюты, в которые вы могли бы направить, разместить свое животное. Теленок думает, что он собака. Под такими тегами можно найти в интернете эту историю. Суть ее в следующем. От теленка отказалась его мать, корова. Тут бы его неокрепшей жизни и пришел конец, если бы не стая собак, которая приняла его к себе и воспитала. Может и Гришку с Мишкой кто приютит? Они сильные и умные, все в мать-овчарку. Могут охранять и дом и участок, если готовы стать их хозяевами. Звоните в нашу редакцию. Михаил Решетов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ.